Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Депутат Сейма Регина Лочмова у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Вот такой первый вопрос. Я думаю, уже многие ваши знакомые, друзья спрашивают, как вообще работа в удаленном доступе. Опять ведь Сейм перевели на удаленку. Да. Что-то это вообще меняет в специфике? Я почему спрашиваю? Потому что знаю, что ты не просто как бы сидишь, просиживаешь на заседаниях комиссии и парламента, активно участвуешь в дебатах, вносишь поправки. Дебатирую активно. Вчера тоже выступала трижды. Честно скажу, для меня они меняют особенно ничего, потому что я умею и имею навык высказывать свое мнение, говорить в любом формате. Я могу со стенкой разговаривать, если знаешь, что за ней какое-то устройство, которое это куда-то передает. Конечно, для некоторых депутатов возникали сложности, они там не могли правильно установить экран, чтобы была видна там не часть лица в виде подбородка или лба полностью, все лицо и так далее. Некоторые забыли просто о том, что там есть окошечко, которое открывает видеокамеру, закрывает и так далее. Но у меня с этим все в порядке, потому что кроме того, что я депутат, я продолжаю быть преподавателем в высшей школе Ресеба, и всю весну, начало лета я и вела лекции, и принимала курсовые магистрские и бакалаврские работы. Сверху с коммуникацией. На удаленке, да, во всех форматах, и вебекс, и зум, и в прямых трансляциях там на фейсбуке и так далее. Поэтому для меня это не представляет абсолютно никакого труда. Более того, я скажу, что у некоторых депутатов до сих пор есть трудность просто выйти на трибуну и что-то сказать. Поэтому как у них была трудность выйти и что-то сказать с трибуны, так у них трудность выйти и что-то сказать, вернее, сидеть и что-то сказать через заботливо установленную администрацией Сейма программу. Да, поэтому я также не отношусь к числу тех депутатов, которые саботируют удалённые заседания. Я считаю, что это наша работа, мы за это получаем зарплату, и мы должны работать вне зависимости от тех условий, в которые мы поставлены. Но, скажем так, если возникнут такие обстоятельства, что нужно будет работать, сидя в поле в резиновых сапогах, я буду работать в поле в резиновых сапогах, если я буду понимать, что моя работа при этом что-то значит и приносит хоть миллиметр результата. Нет такого вот ощущения, может быть, такой сюрреалистической картинки, я к чему говорю, потому что если послушать, ну, по крайней мере, заявление, которое делает правящие, то может создаться ощущение, что правительство в этих тяжёлых условиях пандемии, экономического кризиса... Сделало всё возможное. Ну, всё возможное, даже больше, ну, по крайней мере, с одной стороны, с другой стороны, оппозиция говорит, что не сделано там это, 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 это. Что вот на всём ты, на что ты делаешь упор в своих, не знаю, выступлениях и изменениях? Ну, во-первых, несмотря на пандемию, мы продолжаем жить реальной жизнью живых существ. Нам нужно есть, нам необходимо тепло в домах, нам нужна вода, мы должны думать о том, чтобы наши дети ходили в школу, получали образование, нам нужно просто зарабатывать деньги, чтобы оплачивать наши основные услуги. Для этого экономика должна существовать, несмотря ни на какие пандемии. И всё, что происходит в стране на самом деле, это, как я говорю, весы на одной чаше весов жизни, здоровья людей. Я тот человек, который не является популистом и не кричит о том, что пандемия и COVID-19 это всё выдуманная ерунда, это не так. Могу сказать, что у меня умер знакомый, у меня болеют в Москве и в Петербурге большое количество друзей. У одного из моих друзей, у его брата, буквально два дня назад умерла тёща, правда, в Бразилии, но потом у ещё одной подруги умерла мама в Испании, и в обоих случаях люди не могли попрощаться с собственными мамами, и более того, их сейчас не подпускают, скажем, даже просто навестить могилу. То есть, это болезнь реальна, и, на мой взгляд, некорректно сравнивать количество смертей, сколько у нас умерло за этот период от рака или от гриппа за предыдущие годы. Важен каждый человек. Я в этом плане абсолютно гуманист. Да, вот начинать спекулировать, какое заболевание более ужасное, какое нет. Я абсолютно гуманист, и буду переживать за смерть даже одного единственного человека, как я это делала и делаю до сих пор, и именно поэтому нельзя забывать не о тех, кто у нас болеет нашими традиционными смертельными заболеваниями, сердечно-засудистыми, раком, и всеми видами редких заболеваний. Но при этом не нужно забывать, что этот вирус будет смертельным. Я могу сказать, помните, что рядом с нами те же больные раком, которые, если они заразятся этим COVID-ом, они точно умрут. И следующая группа риска, она очень большая, это десятки тысяч человек, это люди больные сахарным диабетом. Если диабетик заболеет COVID-ом, вероятность того, что он умрет, огромна, и в этом уже не сомневаются врачи ни в одной стране мира. Поэтому давайте просто думать о тех, кто рядом, а не бить себя в грудь и кричать, какая у нас у Латвитов классная генетика, мы тут закаленные всякими ОРВИ и ОРЗ, и нас ничего не коснется. Нет, нужно по-прежнему быть ответственным, но, как я уже сказала, если на одной чаше весов жизни, здоровья людей, то на другой экономика. Экономика, которая создает базу для того, чтобы мы просто жили, потому что если мы не будем думать об экономике, о том, чтобы наши люди имели работу, имели зарплату, мы поставим под угрозу здоровье, жизнь и безопасность миллионов людей. Пусть у нас в стране чуть меньше двух миллионов, но это больше, чем миллион людей. Поэтому у меня есть претензии к правительству и в первой части, потому что это человек, который всегда видит мельчайшие нюансы определенных процессов. И вот только вчера, допустим, была принята норма о том, что пограничники и сотрудники полиции имеют право останавливать машину, которая, допустим, пересекает эстонско-латвийскую границу, и проверять, ввели ли свои данные, которые потом послужат базой для отслеживания самоизоляции. Те люди, которые приехали из Эстонии, а до этого побывали в той же Швеции, Норвегии, на паромах и так далее. Потому что если вы следите за статистикой, вы можете убедиться, что львиная доля всех случаев заражения все-таки приходит из-за границы. Это было принято только вчера. И несмотря на то, что я об этом говорила еще в мае, что контроля именно на сухопутных границах нет, что люди проезжают на своих машинах совершенно беспрепятственны. И все прекрасно знают, что Юрмала этим летом была полна россиян, которые точно так же был заповеданный путь через Белоруссию, потом через Литву, спокойно сюда приезжали. А иногда просто пешочком их довозили на машине до границы, потом их здесь подбирали, и они тут же ехали в Юрмалу. Именно так. Но если вот в отношении пандемии этих претензий, скажем так, не так много, и это скорее нюансы, то в отношении работы правительства, в отношении нашей базы, нашей экономики, как тактики, которая связана сейчас с пандемией, так и стратегии, если мы говорим о долгосрочном развитии нашей страны в рамках ЕС, претензий просто огромны. Потому что мы не имеем четкого видения, какой страной мы должны быть в Европе, что мы должны производить такого, чтобы быть конкурентоспособными в Европе, чтобы продолжать зарабатывать, чтобы люди не уезжали, отсюда, наоборот, приезжали. Да. Мы вчера разговаривали с главой общества кардиологов в Латвии и Андреем Эргисом, и он сказал о том, что... Вот говорят о том, что на медицину сейчас опять выделят миллионы, и больницы Страды не дали миллионы. Говорит, ну если бы вы видели, куда уходят эти миллионы, они в конечном итоге, львиная доля, уходят на ремонты, на всякие крыши, перестройки и так далее, и в конечном итоге седают в кармане строителей. Вопрос. Мы действительно развиваем нашу строительную отрасль, и знаем ли мы, кто в этой отрасли сейчас работает. Я пытаюсь эти вопросы задавать уже много раз с целью получить ответ. Структура тех, кто работает у нас в строительной отрасли. Я знаю просто, что там работают люди из Молдавии, из Украины, из других очень интересных стран. Тогда кого мы содержим? Куда перекочевывают эти деньги из госбюджета, которые мы направляем на строительство? Насколько эти компании действительно реально платят налоги, о чем мы слышим на каждом углу? Вопросов очень много. Что мы сейчас делаем с нашими мелкими и средними предпринимателями, когда мы не поддерживаем ни общепит, ни гостиницы, ни туризм? Мы объявили, что у нас будет 4,5 миллиарда, которые мы сможем вложить в нашу экономику. Но я боюсь, что когда эти деньги будут реально влиты в экономику, у нас останутся только крупные международные корпорации, где все бывшие рестораторы и сотрудники гостиниц будут вынуждены работать. Очень интересно сейчас посмотреть на статистику по безработице. По некоторым прогнозам, к концу года эта цифра может достичь 100 тысяч человек. Но нужно посмотреть, так ли это и кто эти люди. Мне кажется, сейчас главная проблема, и она очень странная для нашей страны, где так сильна национал-консервативная позиция, как я говорю, коалиция. Казалось бы, да. То есть те люди, которые кричат о том, что Латвия должна быть национально идентичной, и я национально такой, как сказать, монохромной. У нас должен быть один цвет. При этом совершенно спокойно смотрят на то, что, как я говорю, у нас полно миграционной рабочей силы. Совершенно спокойно смотрят на то, что у нас среди безработных основное население, что по-прежнему огромная безработица в той же Латгале, и никто ничего с этим не делает. У нас нет никаких планов по структурному развитию той же экономики. Их просто нет. Кстати, когда задают вопрос, в чём причина того, что в Латвии всё-таки такой низкий процент заболеваний ковидом и так далее, называли там многие глупые причины, есть очень правильные мысли о том, что, во-первых, у нас мало людей живёт, маленькая плотность населения. И самое главное, у нас практически не осталось крупных предприятий. Посмотрите, сейчас последние вспышки, где? Именно на заводах. Кулда Гостэкстерс, Фореверс и так далее. Но их мало. То есть вот то, что у нас не осталось крупных предприятий, как ни странно, обернулось одним единственным плюсом, тем, что у нас массовые заболевания, этой страшной инфекции просто не происходят. Но это и показатель того, что на самом деле у нас происходит в экономике. Вот очень интересно, вот всё-таки ты же общаешься и с представителями правящих партий. Они вообще понимают вот та глубина, не знаю, пропасти, в которой мы оказались. Я имею в виду с точки зрения экономики, поскольку транзит и логистика в силе известны нам причинами геополитической России и Белоруссии. Мы можем забыть. Уже железная дорога латвийская сейчас выступила, что вот им уже перевели 45 миллионов. Сказали, нужно ещё 9 миллионов. И так каждый год надо будет выделять миллионы на то, что просто поддерживает инфраструктуру. Транзит просто падает в пропасть. То есть, это уже нету сферы. Что касается нерезидентов финансовых, их тоже больше уже нет. Их тоже больше нет. А как мы будем зарабатывать? В следующем году идёт Уралхим. Больше не будет вот это вот, то, чем пугает, что вот там амманьяк у нас, там вот эти вот запасы химических удобрений, ах, зарвутся, зарвутся. Не взорвутся, в следующем году идёт в усть-лугу всё это. И всё. Забрали порты. А что забрали-то? Пустышки. Как бы не пришлось потом ещё и на мои порты спонсировать из госбюджета. Ну, скорее всего, инфраструктуру надо будет поддерживать. И самое главное, нет, при всём моём либеральном взгляде на экономику, я абсолютно приверженец теории о том, что деньги похожи на воду и всегда будут там, где для них наиболее благоприятная ситуация. К сожалению, у нас сейчас в этом плане всё очень плохо. И уже и приедет об этом заговорён. Потому что, да, потому что, первое, у нас нет благоприятной инвестиционной среды, у нас нет никакой конкурентоспособной мотивационной системы для инвесторов, для новых предприятий, для иностранцев. Вчера в одной из передач мы были вместе с председателем Латвийской ассоциации автовладельцев или автопрома. Могу сказать, прокомментировать. В следующем году наше замечательное правительство планирует новый налог. Да. Регистрацию автомобилей, правильно? Это не просто регистрация, это будет налог на любой ввезённый в Латвию подержанный автомобиль. Да. Таким образом, они хотят достичь двух вещей. Первое – заморозить ввоз подержанных автомобилей, поставить его на такой классный ручной налоговый тормоз. И второе – заработать на этом 24 миллиона. Под флагом борьбы за выполнение Парижской конвенции по климату и так далее. Я посмеялась, сказала, что выбросы СО2 от автомобилей составляют в Латвии 30%, и 70% составляют наши замечательные ТЭЦ, которые сжигают газ, а наши замечательные старые котельные в тюрьмах, которые сжигают уголь. Мы же понимаем, что это не забота в экологии. Абсолютно. Это ещё один налог, потому что у людей эти деньги вынуть из кармана. Вместо того, чтобы думать о развитии зелёной энергетики и разобраться с ОИК, чтобы её оплачивали не простые жители, а чтобы это был нормальный, реальный экономический план, мы придумываем просто налог. Конечно, где проще всего взять? Из кармана тех людей, которые имеют автомашины. Потому что у меня, допустим, техосмотр 28 октября. Если бы решение об этом налоге принималось сейчас в октябре, я бы понимала, что 28 октября я должна не просто оплатить старый налог, а ещё что-нибудь. Нет, у меня, правда, старая машина. Но, смотри, они придумывают налог на ввоз новых машин. И кто пострадает? Те, кто занимается продажей подверженных автомобилей. Ну, потом в результате и владельцы тоже. Это скажется на всём. Вырастут цены на подержанные автомобили. При том, что бензин у нас, как чудесный гриб, растёт всегда. Он всегда в цене, несмотря ни на что, несмотря на падение цен на нефть. Самое интересное, что от размера транспорта налога до ауги это не улучшается. Объясните мне одну вещь. Почему в Литве цена на дизель составляет 87 центов, а в Латвии 1 евро и, по-моему, 6 или 7 центов? Объясните мне, как это возможно? При том, что все знают, что сырьё везде одинаковое. Ну, стандартная отговорка наших деятелей, что у них мажейки есть, нефтеперерабатывающие. Это такая дежурная отговорка. Это дежурная отговорка, которую уже давно разоблачили, и все прекрасно знают, что это только отговорка, и всё это ерунда. И это как раз тот самый инвестиционный климат, о котором правительство не думает вообще. Регина Лочмова у нас в студии, депутат Сейма от фракции «Согласие». Короткая пауза, не переключайтесь. Регина Лочмова у нас сегодня в студии, депутат Сейма. Вот всё-таки есть такое ощущение, что вот, не знаю, пандемия, связанный с ним экономический кризис, ну, всё-таки заставил правящих иногда прислушиваться и к оппозиции. Ты, правда, сказала, что отдельные какие-то идеи или инициативы, которые ты высказывала с опозданием, но потом всё-таки принимаются. Но есть, изменилось что-то вообще во взаимоотношениях? Или также вот стена? Я могу сказать, что пандемия заставила правящих не просто прислушиваться к оппозиции, а прислушиваться даже к простым людям. Просто, скажем, то, над чем всегда работает оппозиция, мы ближе, мы не просто ближе к нашим избирателям, а мы громче. То есть нам избиратель сказал, что вот проблемы такие. Мы тут же это говорим, не дожидаясь понедельника обсуждения на Коалиционном Совете. Можно ли об этом говорить, что мы будем этим делать, можно ли вносить соответствующее предложение. Там и так далее, и так далее. То есть благодаря ковиду вот эта вот дорога между, путь между возмущением больших групп определенных людей, всё равно это будет профессиональная группа какая-то, да, или люди, которые просто с определенным уровнем дохода, или это безработные. Их возмущение очень быстро доходит до правящих, потому что через два года у нас новые выборы, и они понимают, особенно такие партии, которые сейчас находятся ниже Плинтуса в рейтингах, как КПВ, они понимают, что если они сейчас быстро не будут что-то делать, через два года ни один из тех, кто был избран в 13-й семь от этих партий, там больше не окажется, а они хотят оказаться. И это реально видно, потому насколько активизировалась их реклама в социальных сетях. Я смеюсь, вчера я увидела в Фейсбуке рекламу министра благосостояния Рамона Петровича, где было просто открытым текстом написано, что благодаря Рамоне Петровиче в следующем году пенсия инвалида первой группы увеличится на 70%. Что вот, всего за два года наша Рамона Петровича добилась этого. Если честно, я обалдела от наглости, потому что только люди, которые вообще не следят за новостями и политическими процессами, могут в это поверить, потому что прекрасно знают, что гарантированный минимальный доход, пенсии для инвалидов, минимальные пенсии по старости сейчас будут увеличены только по одной причине, потому что наш омбудсмен, господин Янсенс, подал на латвийское государство в суд, где он сказал, что наше вот это ГМИ, это просто издевательство над человеческой сущностью, что на эти деньги, на 86 евро прожить невозможно. Или 64. Да, было 64, они увеличили. Как раз к моменту заседания Конституционного суда это было увеличено. Может подумал, что на эти деньги можно прожить. А теперь получается так, что оппозиция ругала, ругала, сколько я выходила. Бедную Рамону участила по всем статьям, еще до того, как омбудсмен подал в суд, потом омбудсмен подал в суд, суд Сатверсмэ принял постановление о том, что да, это нарушение Конституции, теперь правительство вынуждено выполнять решение Конституционного суда, оказывается, это заслуга Рамона Петровича. Честно, мне не жалко, но я как человек, который привык говорить правду, не могу не сказать. Дорогие друзья, это достижение не Рамона, а это достижение всех, и вас, тех, кто возмущался все эти годы, и оппозиционных партий, и омбудсмена, что наконец-то мы достучались. Как я уже сказала, просто вот сейчас благодаря ковиду вот это вот достучались, происходит очень быстро. Но это означает, что нужно давить, продолжать давить на правительство в любом виде, в любых формах протеста. А не обидно, с одной стороны, что вроде бы и оппозиция активно работает, и в результате, ну, пускай благодаря Конституционному саду в том числе, но удается добиваться там тех или иных важных вообще вещей. А в основном часть, по крайней мере, не хочу всех, часть избирателей в основном обращает внимание, какие-то скандалы. Вот там одного, там два депутата ушли, там третья ушла сама. И в основном приходится говорить об этом, о каких-то внутренних, внутрифакционных разборках. Ну, это человеческая природа. Недаром человек, пришедший из журналистики, очень четко понимаю, почему все самое популярное относится к желтой бульварной прессе. Да, да, да. Я считаю, что все равно нужно продолжать говорить о том, что мы чего-то добиваемся. Вот, например, я считаю, я на прошлой неделе была, прошлый четверг, просто счастлива, потому что правящая коалиция с трибуны была вынуждена, я не буду говорить о том, какими методами мы добивались этого, признала, что будет, что выделены деньги в бюджете 2021 года на выплату компенсации жильцам донационализированных домов. Я добивалась этого шесть лет. Я первый раз подавала поправки к бюджету, чтобы эти деньги были выплачены в 2014 году. А может в случае принятия закона об аренде жилья, а он будет принят, они вообще окажутся в незавидном положении? Нет. Там есть одна поправка, которая будет, которая этого не позволит. во втором чтении мы не смогли ее провести, нам не хватило одного голоса. К сожалению, наш Ивар Зарин в тот момент давал интервью и запоздал на голосование. Но к третьему чтению мы это все проработаем. Более того, там есть мысль внести эту поправку в другой закон, а именно закон о помощи по получению жилья. В любом случае у меня есть план, как действовать дальше. Могу сказать тем людям, которые мне задают вопросы по поводу процедуры и что будет с теми людьми, которые не состоят ни в одном из регистров и не являются малобеспечными и так далее. Могу вас пока не то что успокоить. Я не люблю давать обещания, которые не могла бы выполнить на 100%. Но здесь будет так. Первое, что я гарантирую 100%. Все, кто в данный момент находится в регистре в MyUklividus Departments получит деньги, которые они должны были получить по закону еще в 2009 году. Наконец-то спустя 11 лет это жучайшим исправедлением будет исправлено. Более того, я призываю тех людей, у которых есть возможность встать на учет в этот регистр, сделать это как можно быстрее. В любом случае, деньги на эти компенсации выделены в так называемой трехлетней перспективе. То есть на 2021 год выделено 2,7 миллиона евро, на 2022 выделено 1,5 миллиона, на 2023 выделено 2 миллиона. Именно с той целью, чтобы постепенно сначала выплатить тем, кто находится в регистре, затем выплатить тем, кто подойдет следующий по документам, а также для тех жильцов, которые продолжают жить в национализированных домах, но зная эту программу, причем я призываю не только жильцов до национализированных домов, но и самих домовладельцев подумать о том, что для вас сейчас открывается нормальная возможность цивилизованно расстаться с теми людьми, которых вы пытаетесь всячески, в том числе незаконными методами, вытравить из ваших великолепных домов в центре города. Давайте вы все-таки проявите… Как это лучше выразиться? Я, конечно, понимаю, что люди, которые не имеют сердца, вряд ли у них это сердце появится, но в данной ситуации мы создаем экономический контекст для того, чтобы эти отношения, этот Гордеев узел, который завязался в начале 90-х, был наконец-то разрублен. И самое последнее. Я знаю, есть люди, которые выехали из этих домов добровольно, просто не выдержав этот прессинг, не выдержав этих унижений, у которых, как вот мне недавно рассказывала одна семья, просто сын, который заработал деньги за границей, приехал, купил родителям квартиру и сказал, хватит, все, вот переезжайте. Он говорит, естественно, мы в никаком регистре не состоим. Для меня задача максимум, может быть, это мечта, чтобы даже вот такие люди, которые в свое время просто положили ключи на стол домовладельцев, сказали, подавитесь, да, чтобы они тоже что-то получили. Потому что если мы говорим о справедливости, справедливость у них будет полная, если она все равно будет неполной, потому что очень многие люди просто умерли. Просто умерли, потому что вся эта история тянется с начала 90-х годов. 30 лет прошло. Когда просто у людей отобрали право собственности. Именно так. Давайте примем звонки. Продевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, господа Волочмур. Да. Вопрос такой, вы как раз в теме. В этом десятилетии мы в конце концов прекратим двойную собственность иметь хозяйство. Ну, не разделенную. Разделенную собственность, да, спасибо. Да, и такой еще маленький нюансик, да. Не заставят ли нас еще раз наказать, не накажут ли нас в очередной раз, да, выкупая эту землю? Вот еще огромный вопрос. Спасибо огромное за вопрос. Замечательная тема, да. Я могу это все прокомментировать. Полностью контролирую ситуацию. Значит, ее решение зависит сразу от трех разных различных между собой процессов. Первое – это вопрос об изменении методики оценки кадастровой стоимости и земли, и собственности. Это мы контролируем. Более того, могу сказать, что благодаря огромной титанической работе моего помощника в СЕМе, юриста Владимира Ткаченко, который одновременно руководит Организацией народ против земельных баронов, нам удалось внедрить в новую методику расчета кадастры, так называемый специальный вариант именно для той земли, которая находится у хозяев под многоквартирными домами. По новой методике впредь будут две зоны расчета кадастро этой земли. Первая – это будет кадастро по земле, которая соответствует площади застройки дома. А вся остальная часть будет приравнена к зеленой зоне и будет иметь пониженную кадастровую стоимость. Именно благодаря внедрению вот этой вот новой математической формулы, если вы посмотрите, то очень многие ФНЗГ, так называемые функциональные необходимые земельные участки, в цене упадут, и единственное, о чем мы беспокоимся, есть несколько участков таких в центре города, в районе улиц Волдемара, в Эсетас. Но это отдельный случай, там мы подумаем, что можно сделать и как сделать так, чтобы кадастровая стоимость таких участков упала. Это первая линия. То есть следить за новой кадастровой политикой. Могу сказать, что нам удалось добиться, что в первом чтении уже утверждены два законопроекта, которые были поданы разными группами депутатов, о том, чтобы отложить введение нового кадастров по меньшей мере на год. Второе. Второй год мы работаем над тем, чтобы Министерство юстиции выполнило свое обещание и ввело новую юридическую систему для раздельной собственности. Что это означает? Если сейчас существует институт принудительной аренды земельных участков, то в дальнейшем это будет приравнено к так называемому законному пользованию землей, то есть фактически к земельному сервитуту. И эта реформа предполагает унифицированный процент платы от кадастров, а именно 4%. Многие говорят, ну вот все равно 4%. Могу вам сказать следующее, что раздельная собственность возникает в том числе и тогда, когда земельным участком под домом владеет не какое-то частное лицо или фирма, а государство или самоуправление. Тоже, кстати, разделенная собственность. И более того, если сейчас вы за эту землю платите полтора процента, то в будущем государство планирует взимать за это 4%. Почему вот я всех людей, которых я консультировала лично, когда им предлагали приватизировать землю по дому, я говорила, приватизируйте, потому что не будет полтора процента, будет выше. Поэтому мы поддерживаем вот этот вот унифицированный подход 4%, потому что он, во-первых, будет справедлив по отношению ко всем людям, которые находятся в ситуации раздельной собственности. Во-вторых, он облегчает возможность обхозяйствовать эту землю. То есть, если сейчас жильцы дома должны спрашивать разрешение у владельца земли, чтобы построить автостоянку, поставить детскую площадку, то в случае сервитута этого делать не надо будет. Вы сможете сами распоряжаться всей землей, которая примыкает к вашему дому как функциональный участок. И, наконец, третья линия. Сейчас мы вернулись к рассмотрению закона о возможном выкупе земли владельцами квартир. Могу сразу сказать, что здесь позиция моя личная абсолютно принципиальна, и я буду биться до конца, и она не совпадает здесь, к сожалению, даже с позицией такого оппозиционера, как Виктор Валой НС, потому что наша позиция такова, что землю должны иметь право люди выкупить не за 100% от кадастра, а за 50%. Это так, мы начинаем торг с этих 50%, могу сказать честно. 100% это просто готовность положить огромную сумму, скажу, что на кону, на кону по меньшей мере от 150 до 200 миллионов евро, за которые может быть выкуплена земля под многоквартирными домами по всей Латвии. Вы просто хотите опять государство взять эти деньги из карманов простых жителей и приложить их в карманы земельных баронов. Там есть, конечно, нормальные землевладельцы, но уже одного господина Шлитке с его аморальным подходом к аморальному бизнесу вполне достаточно, чтобы этому противиться. И второе. Банки и землевладельцы хотят, чтобы процесс выкупа происходил одномоментно, то есть, чтобы выкупался весь участок, и чтобы для этого было достаточно половины плюс один голос владельцев квартир в конкретном квартирном доме. Мы считаем, что это абсолютно несправедливость, потому что представьте, ну, там Хрущевка на улице Весетес, 50 плюс один голос проголосовали за то, чтобы выкупить землю, которая стоит примерно 300-400 тысяч евро сейчас по кадастру. А остальные 49 голосов – это пенсионеры, которым просто не с чего платить и выкупать эту землю. Банки заявили уже, что они готовы предоставить кредиты. Но получается, что пенсионер не сможет, ну, даже не пенсионер, просто какой-то человек не сможет заплатить. И что мы будем иметь? Его дома им отдали, и его квартира перекочует банку? И это что, конец раздельной собственности? Нет. Поэтому наше условие такое, что не нужно никаких 50 плюс один голос, что каждый, кто владеет квартирой, имеет право сам решить и выкупить свою конкретную долю в земельном участке. И пока это не сделают все, институт раздельной собственности будет существовать. Потому что, на мой взгляд, цель-то не ликвидировать вот этот вот институт раздельной собственности, а сделать так, чтобы люди перестали платить эту принудительную аренду, чтобы их платежи уменьшились. Потому что это сейчас стало одной из составляющих коммунальных платежей, которые совершенно несправедливо платит только часть владельцев квартир в крупных городах, только потому, что в начале 90-х в итоге дикой приватизации. Латвия единственная страна в Европе, которая провела донационализацию, приватизацию таким образом, чтобы... Я бы сказал, варварским вообще по отношению к своим собственным жителям. Ну, вот, да. В этом плане мы варварские лидеры по варварству. Да. Последний вопрос. Совсем мало времени у нас остается. Понятно, что за 2-3 минуты не ответь. Тем не менее, вот как ты считаешь, исходя из твоего опыта и политического, и журналистского, можно ли говорить о том, что в согласии есть кризис? Или есть какие-то взлеты и падения, что для партии, которые давно на политической сцене вполне нормальное явление? Или это кризис? Первое. В согласии есть кризис. Это раз. Второе. То, что в согласии кризис – это совершенно нормально для большой партии, которая действует на политической арене Латвии такое количество лет. Мой папа вступил в эту партию в 1993 году. Названия были разные. Но совершенно ясно, что цели и идеи были теми же самыми. Сейчас пришло новое поколение, с которым нужно говорить по-другому, с которым, во-первых, нужно начать говорить, которое нужно понять. И я пытаюсь даже своим товарищам объяснять некоторые вещи. Например, что нам не просто нужно перестраиваться, нам нужно снова идти разговаривать с людьми, понять, что их интересует. И меньше заниматься идеологией внутренними распрями, а больше заниматься осознанием того, что нужно людям, чего они от нас хотят и как мы можем этому помочь. И самая главная моя идея, и я ее обязательно буду пробивать к 2022 году, о чем я хотела бы говорить с людьми. Мне кажется, это неправильно идти на выборы и бить себя в грудь. Мы сейчас победим, мы возьмем власть, мы будем там в правительстве, мы будем те. Для меня это не является главной целью. Допустим, когда мы идем в Сейм, мы осознаем, что из-за красных линий, из-за геополитических интересов согласие вряд ли кто-то когда-либо возьмет в правительство. Но, поймите, оппозиция – это абсолютно необходимая вещь в нашем Сейме. Просто представьте, если там у нас не будет. Я бы сказал, больше в любой демократии. Это, знаете, это как в человеческом организме в составе крови есть очень разные тела. Красные, белые есть антитела. И у всех своя роль. Я хочу быть вот тем очень таким неудобным антителом, которое не позволит правящим делать все, что они хотят. А поверьте мне, если бы они делали все, что они хотят, жизнь бы у нас в стране была бы совершенно некомфортной для тех людей, которые не являются чиновниками, которые не имеют большой собственности и которые не живут за границей с мечтой о том, чтобы здесь была маленькая, миленькая латышская Латвия. Это я вам говорю с полной ответственностью. Потому что я сказала об этом уже сразу после начала работы 13-го сигма. То, что сейчас происходит в Латвии, это возвращение полной власти, полной политической власти представителями зарубежной диаспоры. Даже так? Да. Я в этом полностью убеждена. Я вижу это и убеждаюсь в этом каждый день. Ну что ж, это, наверное, тема отдельного разговора, может даже исследования. Регина Лочмова у нас была в студии, и большое спасибо.